Всем привет! Меня зовут Анастасия Загорская. Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я покажу вам кое-что новенькое из своих покупок. Не смесено, да? Как обычно, будет немножко люкса, будет немножечко масс-маркета, что-то из шоу-румов. Я туда поглядываю, потому что там Алина сидит в зеленом пледе. Я буду показывать вещи, будет и одежда, и аксессуары, и будут варианты оффлайн-покупок, и из интернет-магазинов. В общем, про все подробно расскажу. Давайте начнем, и, наверное, начнем с аксессуаров. Так, у меня тут все расставлено, а поскольку мы в кафе, могу тянуться в разные стороны, вы не обращайте внимания. Первая покупка, которую я хотела показать, это сережки Dior. Сережки Dior, если вы смотрите наше видео, это одна из моих слабостей, но это в первый раз не те, которые с жемчужинками впереди и сзади уха, а это другая форма. Хотя шла за теми. Ну, как всегда, классическая белая коробочка. Это серьги-кольца. Я давно искала что-то подобное, чтобы они были не слишком большие, но при этом они не были слишком маленькие. Вот они. Одно с такими звездочками, одно с надписью их классическая же Dior. Мне нравится, что внутри, я не знаю, видно это или нет, они тоже, там есть надписи. Вот, я их надену, чтобы посмотрели, как это смотрится на мне, и я буду их примерять со всеми луками, потому что, в принципе, они подходят ко всему. Вот как это смотрится. То есть они такие достаточно нейтральные по размеру, поэтому смотрятся хорошо с любыми луками. Ну, и интересно за счет того, что у них такой разный немножечко дизайн на двух сережек. Я покупала эти сережки в офлайн-магазине. Мы сейчас в Алматы ведем, уже заканчиваем выездной интенсив здесь. Такое бывает крайне редко, но вот так как-то все сложилось, у нас набрались достаточно большие группы, и мы решили провести. И здесь, в принципе, неплохо с люксовым шоппингом, есть разные магазины. И вот, в частности, мы находимся у Yessentai Mall, здесь люксовые бренды представлены, и здесь я их и покупала. Тут очень хороший выбор сережек Dior, потому что не во всех магазинах он хороший. Но конкретно в этом мне очень понравилось. Их много, и я еще очень долго выбирала между гвоздиками, где написано же Dior, такая надпись, она в такой же стилистике, в таком же цвете, и этими. Но у меня есть подозрение, что за теми я, может быть, тоже вернусь. Вот в Стамбуле мы были, Алина себе хотела какие-то подобрать серьги в Dior, но там оказался выбор намного меньше. И когда вы приходите в Dior, у них то, что выставлено на витрине, это обычно небольшая часть того, что есть. Просите достать вам ящик сережками, они вообще-то достают такую большую коробку. И там вот куча разных вариантов, и более классические базовые коллекции, и такие более современные. А следующая покупка, это тоже украшение, и это бренд Zadik & Voltaire. Покажу, что здесь, я на самом деле покажу, я покупала там платье, и глаз, причем Алинин глаз упал на эти украшения. Но я решила, что надо померить все непременно, и купила его себе. А, это кольцо, покажу. У него на самом деле достаточно интересная форма, оно здесь такое, как на металле срез, да, оно в виде сердца. Ну, смотрите, достаточно интересная, я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот так это выглядит на мне. Мне очень нравится, оно достаточно... Оно достаточно универсальное, подходит тоже к очень многим комплектам. Мне нравится, когда у украшения есть какой-то характер, оно интересно, его хочется рассматривать. Но при этом оно не слишком какое-то массивное, и с ним не надо думать, там, как сочетать, нет ли перегруза в образе. Поэтому это кольцо мне очень нравится. И плюс оно было с 50% скидкой, в этом спасибо, Алине, за мое украшение. Раз уж мы заговорили про Zadik & Voltaire, я покажу еще покупку из этого магазина. Я не знаю, надо рассказать, как я сбежала оттуда. Я покажу, у меня есть еще даже две покупки. Одну мне придется снять с моей ноги, а вторую у меня лежат в сумке. Это платье. У него очень интересный принт, это натуральный шелк. Но самое веселое, это то, как я покупала это платье. На самом деле на меня это не похоже. Я обычно прихожу в магазин, и я, прежде чем идти на кассу, смотрю, сколько вещи стоит. Ну, я знаю примерно средний сегмент стоимости платьев за Zadik & Voltaire. Посмотрела, причем стоимость, я еще взяла комбинашку черную, и посмотрела стоимость на ней. Она была как бы как обычно. И в итоге я прихожу на кассу, и мне говорят сумму. Я тоже покупала здесь в Ysintime Mall, и мне говорят сумму в тенге. А ну, чтобы вы понимали, тенге это 5,3, да, где-то, рублей. И мне говорят сумму, и я понимаю, что что-то она большевата. И я в итоге даю карту к продавцу. Она ее уже вставляет в терминал, и я говорю, подождите, а давайте посчитаем, сколько это будет стоить в рублях. Я считаю, понимаю, что сумма выходит намного больше, чем средний сегмент этого магазина ценовой. И что я, ну, просто не планировала. И, ну, для меня это очень странно, я не посмотрела на цену вещи. Ну, я всегда смотрю, это как бы уже привычка выработанная и для своих шоппингов, и шоппингов с клиентами. Я всегда смотрю на все вещи, чтобы вот таких сюрпризов на кассе не было. В итоге я говорю у продавщицы что-то про то, что мне надо сейчас отойти 10 минут, я вернусь обязательно за платье. И в итоге я ухожу и не возвращаюсь. Еду домой, рассказываю Алине, что платье стоит, ну, наверное, оно в два раза дороже, чем все вещи, ну, чем обычно платье стоит в этом сегменте. И в три раза дороже комбинации, которые я выбрала. В итоге я, на самом деле, взяла себе время, я подумала, хочу ли я это платье за эту цену. Потому что, ну, мне кажется, это важно иногда, ну, объяснить продавцу нормально, сказать, что мне надо подумать, а не убежать. Но, в принципе, это нормально, взять какую-то паузу, подумать, готовы ли вы купить эту вещь за эту цену. Я, на самом деле, за ночь убедилась, что мне это платье очень нравится, и я очень хочу его купить. И тем более на следующий день у нас была съемка, оно прекрасно вписывалось в комплект сапогами. Вот, поэтому я уже вернулась, и с пониманием, что я точно буду брать эту вещь, я вернулась и купила. И вместо комбинации, которая была суперкоротенькая, ну, она такая больше была под какие-то вещи носить, как, больше, как нижнее, да, платье. И я решила... Вот там мне нужна была комбинация, да, если вы смотрели наше видео из-за Стамбула, там я мерила прямо прозрачное платье. Но оно с жакетом настолько классно смотрелось, но мы не успели вернуться, потому что это был аутлет. Но я очень жалею, что я не вернулась и не купила этот жакет с этим платьем, потому что я уже на следующий день была готова их носить только вот просто как комплект, даже не думая, там, о комбинации с другими вещами. Ну, в общем, возвращаемся к The Decant Voltaire. Мне снимать ботинок, Тэма? Один, достаточно. Хорошо. Из-под полу покажи. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, что я еще примерила? Я примерила ботинки, это, наверное, такая их классика жанра, что голая нога это очень смешно. Я не знаю, если бы кто-то со стороны снимал, там еще ржут мужчины. Если бы, кстати, снимал со стороны, как это выглядит. Алина смеется, там мужчины сидят, смеются, у меня голая нога, и я вам показываю ботинок. В общем, неважно. Это, ну, наверное, классический, да, такой дизайн этого бренда. Мне еще у них понравились вот с этими цветные, из цветных металлов пряжками. Но на самом деле взяла я эти, потому что, во-первых, тех не было моего размера, были только 39-го. Я пыталась Алину заставить их померить, но она ждет шопинга в Париже. Вот, поэтому не покупать ничего здесь. В общем, это классическая модель этого бренда. Мне очень нравится здесь такая зернистая кожа, грубая достаточно. И заклепки, и вот такие три пряжки. Я покажу с этой стороны аккуратненько. И на каблуке, так вот. Такие детальки, мне кажется, очень делают вещи. Тут тоже очень красиво смотрятся. В отличие от платья, ну, как раз это обувь, я считаю, достаточно рациональной покупкой. Если платье, это такое более для души, эмоциональное, то это такая, ну, обувь, которая, во-первых, подходит очень много к чему. Мне нравится, как она смотрится с какими-то женственными вещами, с юбками, потому что она дает такой вот контраст. И она очень хорошо поддерживает всякие образы в стиле Гранша. Я тоже очень люблю. Это, само собой, натуральная кожа. Стоили они в районе 35-40 тысяч рублей. В принципе, что, если заказывать где-то, что, если покупать оффлайн, ну, небольшая разница, да, выходит. Мы на фарфетче смотрели эти вещи. Кстати, с платьем на фарфетче разница почти в 30 тысяч рублей. Но я так его хотела сильно, что не смогла удержаться. С платьем есть еще такой нюанс. Ввели налог, если вы покупаете вещи больше 1000 евро, то вы должны будете, если вы в России или в Казахстане, заплатить сверху еще достаточно большой налог. По-моему, 30% сверх каждого евро, который сверх 1000 евро. Вот. И, ну, нужно на это обязательно рассчитывать, чтобы для вас это не было сюрпризом, когда вы заказываете вещи. Причем это считается совокупно в течение месяца, да, с разных покупок, если мы не ошибаемся. Эта покупка, которую я очень долго обдумывала, которую я выбирала, меня мотивировало то, что эта сумка, когда я ее приобретала, была одна на фарфетче. Именно в этом цвете. И я давно хотела, но присматривалась к этим моделям Марми. У тебя не бывает на фарфетче с сумками, но тебя это почему-то мотивировало, да? Да. Никогда такого со мной не случалось. Я даже когда посейла, заказывала она. А эта и без скидки одна. На самом деле, что мне нравится, у нее такой малиновый, вишневый цвет внизу и такой фисташковый сверху. Сзади тоже малиновый. И с боков, я об этом не просила, и с боков она и внизу такое днище бежевое. Мне очень нравится ее форма, она отлично смотрится, она интересная. Мне нравится, что у нее нет каких-то кричащих логотипов. Это Марни бренд. И смотрится она, на мой взгляд, очень дорого, очень красиво. У нее есть удлиняющий ремешок. Тут эти кнопочки отстегиваются, и ее можно носить через плечо тоже. Я давно присматриваюсь к этим сумкам, но вот эти вот от рангбек, многие модели, они выполнены из мягкой кожи, а я всегда так с опаской отношусь к очень мягкой кожи, потому что она может царапаться. А мне хочется, чтобы сумка была максимально универсальной, чтобы я могла ее носить и не думать о том, что там где-то я ее поставлю, или что-то может поцарапаться. Учитывая, как мы на съемке ездим в чемодан, сумку. Вот, поэтому мне хотелось, чтобы она была максимально универсальной. Я вот увидела, я сейчас приближу, здесь такая кожа, она... Вот этот вид кожи, он максимально не царапается. Я не знаю, как это назвать, она такая немножко фактурная. Софьяновая, это оно? Google it. Я посмотрю в описании. Ага. Сейчас пока Алина смотрит, что это как-то кожа называется в описании на фарфетче. Это натуральная кожа, но у нее такая выделка, которая не царапается. Плюс это сочетание цветов очень красиво. Я выбирала между шоколадно-голубой и ей, но голубых сумок... Вот с Алиной тоже смеялись, что, ну, такая, наверное, самая базовая, нескучная, такая приглушенно-голубая. И я вот решила все-таки что-то взять поинтереснее. Плюс на осень к осенним лукам эти цвета подходят идеально. Вот как раз насчет налога. Мы заказывали эту сумку в Казахстан, и Алина оформляла таможенную декларацию, и налог получился достаточно большой. Где-то 150 евро. И для меня сумма покупки этой получилась примерно такая же. Разницы не было с оффлайн-магазинами, но я люблю все-таки заказывать с проверенных интернет-магазинов люксовые вещи, потому что, ну, я, конечно, не берусь говорить, правда или правда, или неправда, но есть слухи, что не во всех департмент-сторах в России вещи настоящие. Не все, не всех брендов, не знаем, ну, как бы, достоверна эта информация или нет, но хочется быть на 100% уверенными в том, что все будет окей, что это будет настоящая сумка этого бренда. Поэтому при возможности, даже если разницы в цене не будет, я все-таки люблю больше заказывать. Только если не так вот, как с этим платьем, это вещь, ну, за декольтер это все-таки middle сегмент, поэтому там меньше нюансов. Идем дальше. У меня есть еще одна сумка, это бренд Коксинель, и это такая замшевая малышка, это классическая их сумка, абсолютно классическая форма, у них здесь обычно металлический треугольничек, и здесь он тоже есть, но он внутри вот под этой вот перфорированной штукой. Я, на самом деле, давно присматриваюсь к малышкам этого бренда, мне очень нравится эта форма сумки, и я все ходила, хотела себе купить такую фисташковую. Мне они очень нравились, вот розовая фисташковая из такой весенней коллекции, но этих сумок очень много в последнее время, они очень много у кого, ну, и не зря, потому что модель, на самом деле, действительно очень удачная. Ну, я зашла как-то вот в магазин Коксинель, просто посмотреть, и я увидела, что они сделали вот в такой замше эти сумки, и плюс вот с этой перфорированной частью, мне очень нравится, как вот этот голубой цвет с таким приглушенным желтым цветом металла сочетается, ну, и плюс на нее была скидка 50%, и сколько она примерно получилась, 1015? Я точно не знаю, сколько она стоила, ну, примерно порядка, там, наверное, 15-16 тысяч рублей. Идем дальше, и у меня еще есть несколько покупок. Я немножечко затоварилась в бренде Маже, я пошла, мне очень хотелось купить какое-нибудь себе платье, больше в гардеробе у меня так комплектами вещи, но мне захотелось вот именно платье. Я в итоге купила два, и оба в бренде Маже, на меня там очень хорошо садятся вещи, идеально подходят мне размерная сетка, они отлично садятся, я все, что примерила, было хорошо, но остановилась в итоге на двух вариантах. Одно черное в клетку, я сейчас постараюсь показать, но в любом случае на примерке вы его увидите. Оно асимметричного кроя, то есть у него как будто его вшита внутрь футболка, и оно само выглядит как платье-рубашка, но вся суть в том, что внутрь как будто бы вшита футболка, а сама рубашка как будто бы немножечко на бок, здесь получается немного открытое плечо, и это выглядит очень здорово, это вот в стиле вещей Александр Вэнг. Я обычно платье-рубашки, ну, не очень люблю для своего гардероба, но это мне очень понравилось, как сидит, оно смотрится интересно. И покажу второе платье, оно совершенно другой стилистике, оно вот такой вот оранжевый леопард, леопард, который заболел чем-то. Это просто платье с запахом, у него небольшие валаны, оно достаточно коротенькое, и вот здесь, ну, главная фишка это в том, что вот на сером цвете такой неоновый яркий рыжий леопард. Смотрится на самом деле очень классно, и мне нравится, что оно сочетается и с туфлями-лодочками, и с сапогами какими-то, и можно поверх какие-то пальто-куртки надевать, и в летнем сезоне оно будет хорошо смотреться, и в более холодное время, и с ботинками. То есть на самом деле вещь самодостаточная, но очень универсальная. Ну, плюс платья с запахом, они отлично садятся практически на любую фигуру. Примерно платья стоили одинаково, по-моему, около 30 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, каждая из них. Ну, это такой вот средний ценовой сегмент. И в дружественном бренде, который всегда располагается рядом с Мажеев, бренде Сандра, я купила рубашку. Рубашка? Где рубашка? Я давно себе искала клетчатую рубашку, но я всегда, когда их примеряю, мне кажется, что-то не хватает. Ну, вот что-то хочется еще. Я поняла, что мне не хватало. Мне не хватало вот этой бахромы из бисера, потому что это на самом деле смотрится очень классно. Здесь декор по плечу, то есть это вроде какие-то такие легкие мотивы в стиле вестерн. И вот эта вот темная клетка. Мне очень нравится, как это смотрится в формате осеннего гардероба. И эта рубашка оверсайз, она достаточно объемная, что позволяет ее носить и как рубашку, например, с юбками и джинсами, и также накидывая как кардиган. Ее можно завязывать на талии, то есть на самом деле вещь и вроде бы сама по себе интересная, но ее можно придумать тысячу разных способов, как и с чем вы будете ее комбинировать. Плюс она очень приятная. Это, наверное, самая приятная вещь в моем гардеробе. Я, ну вот, когда ее надеваю, чувствую, что мне настолько уютно и хорошо. Она, ну, на 100% хлопковая, но она вот как такая фланелевая, очень нежное прикосновение к коже, и в ней дико комфортно, в ней достаточно тепло. Поэтому тоже очень довольна этой покупкой. И еще у меня есть кое-что. Я также заказывала в шоуруме, в инстаграм, кашемировый костюм. Я тоже его покажу, я думаю, что не очень будет понятно, но, по крайней мере, я покажу ткань. Костюм бежевого цвета из кашемира. Состав у него, он процентов, ну, сколько-то процентов кашемира, сколько-то шерсти. В основном кашемир и 10% синтетических волокон, ну, что делает его, как правило, более носким и менее растягиваемым на выступающих участках, типа коленей и локтей. Костюм очень мягкий к телу, мне он очень нравится. И больше всего меня порадовала, на самом деле, процедура заказа, потому что я, когда заказываю в каких-то шоурумах, я хочу знать все досконально, какого роста модель, какого размера модель, какие у нее параметры, на которые надет костюм. Потому что это мне дает возможность понять, как эта вещь будет смотреться на мне. Потому что если модель, например, ростом метр семьдесят пять, а я сто шестьдесят, и если ей брюки нормально, у меня, скорее всего, они будут гармошкой внизу, мне этого не хочется. И я обратилась с вопросами, вот с такой кучей вопросов. Мне на все ответили подробно, спросили мои параметры, спросили мой рост. Оказалось, что у них есть разные размерные линейки, которые начинаются аж с 155 сантиметров роста, что бывает достаточно редко только в специализированных линейках. Ну, там вот на Асос, например, есть для невысоких девушек. И это, на самом деле, очень здорово, потому что иногда, я знаю и по своим клиенткам, и по нашим студентам, что девчонки заказывают, например, платье, а на модели оно миди, а им приходит оно и не макси, и не туда, и не сюда, и приходится либо отрезать, если это возможно. Вот, а здесь разная ростовка, и это, на самом деле, очень здорово. От 155 до 180, если я не ошибаюсь. Шоурум называется «Правда», мы оставим ссылку в описании. Костюм стоил 14500, по-моему, ну и 500 рублей я сплатила за доставку. Доставка достаточно быстрая была, вот, поэтому, ну, процесс заказа мне понравился. Я всегда в таких шоурумах еще смотрю, кроме вообще самой вещи, на то, как общаются с клиентами, и на то, насколько готова сориентировать, потому что я задаю много вопросов, поскольку хочу быть уверена, что когда мне придет вещь, она точно будет мне подходить, и мне не нужно будет, там, задумываться о том, как ее возвращать, отправлять обратно, потому что она пришла, и я хочу ее просто носить. Костюм этот я покупала в основном для каких-то поездок за город или в аэропорты. Я люблю, когда тепло, уютненько, комфортно. Все. И последняя покупка, которую я хотела вам показать, я ее совершила еще раньше, но это, наверное, одна из самых моих любимых покупок за последнее время. Это тоже обувь. Это сапоги. Это Зара. И стоили они 10 тысяч рублей. Это натуральная кожа. И здесь еще написано... Сейчас я покажу, если это будет видно. Здесь написано, что сделано в Испании. И они действительно очень-очень классные. То есть это качество, которое редко встречается в масс-маркете. Во-первых, они очень стильные, это очень актуальные сапоги. У них шикарный цвет. Они были еще, по-моему, в белом и в черном цвете. Но белые чуть менее универсальны, чем бордовые, на мой взгляд, к осеннему гардеробу. Черные уже не так интересно смотрятся. И я очень хотела бордовые. Но дело в том, что их везде раскупили с самого начала. И я их нашла в Санкт-Петербурге. Я посмотрела, что они есть по базе. Приехала. Этих сапог нигде не было. Я пошла к продавству-консультанту, попросила поискать. В итоге, когда я им сказала артикул, они пошли смотреть на складе. Нашли мне эти сапоги. Когда я их примеряла, все, оказалось, все идеально, хорошо сидят. Я их взяла и пошла еще что-нибудь посмотреть. И я их поставила. И это была большая ошибка, потому что их тут же взяла девушка примерять. Ну, и мне пришлось их одобрать, потому что я не готова была с ними расстаться. И сказать, что это мои сапоги. А вот, потому что на самом деле, ну, сочетание цена-качество, оно просто прекрасное. Ну, 10 тысяч рублей, это немножечко выше, чем там ценовой сегмент для обуви в Заре. Но на самом деле они намного качественнее, чем обычно в Заре обувь. Вот, хотя мои самые любимые туфли золотые, они тоже кожаные, они именно из Зары. Самые удобные и неубиваемые лодочки, которые на всех фотосессиях уже 4 года, наверное, у меня в луках. Вот, я их обожаю, поэтому у меня очень удачные оттуда покупки случаются. Я беру в Заре 37-й размер, несмотря на то, что у меня размер обуви чуть меньше. Но вот в Заре мне конкретно 37-й очень подходит. Поэтому обычно он остается. Обычно вот 39-й, да, разбирают сразу. И мы с Алиной давно эти сапоги себе присмотрели. И в итоге, ну, мне удалось их купить достаточно быстро. Алина помучилась немножечко с поисками. Искала в Испании, в итальянской Заре, во всех европейских, в России, в Казахстане. И нигде их не было. Но всегда, если немножечко включить логическое мышление и подумать, где может... Какой ты 40-й берешь в Заре? Где могут остаться сапоги 40-го размера? Там, где все носят маленький размер, и там, где тепло и сапоги носят вообще редко. И в итоге в Гонконге, да, ты их нашла? В итоге Алина их нашла в Гонконге. И там они прекрасно оказались и скоро вот к Алине приедут. Так что... И родители прекрасно там оказались, к счастью. Там оказались родители, да, которые устроили доставку. На самом деле, главная сложность в том, что, во-первых, разное количество классных вещей в Заре завозят. Все-таки вот там в Испании, да, больше классных всяких моделей. И как-то, ну, лучший ассортимент. И главная проблема в том, что не всегда возможным оказывается заказать через приложение другого региона. И даже через посредников. Поэтому, если вы нашли какую-то классную модель, ищите, кто у вас там в этот регион едет, летит. Просите привезти, потому что, ну, не всегда в наших магазинах остается, да, какие-то варианты. Особенно, если у вас какой-нибудь ходовой размер одежды, обуви, который у других людей тоже частый. Конечно, эти вещи разметают моментально. Эти сапоги, мне кажется, они даже не выставляли в магазине. Их просто все со склада сразу размели, и все. Но они очень классные, мы покажем их на примерке еще поподробнее. Ну что, я показала вам свои покупки за последнее время. Надеюсь, вам было интересно. Вы взяли себе какие-то интересные места для шопинга на заметку. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всем пока!